Миллиарды людей и квадратных метров, сборка айфонов и отшив мировых брендов. Игры, которые делают, и игры, в которые играют. В этом как раз вот суть азиатского подхода, в принципе, к развлечению. Кто выходит на эту сцену под свет софитов? Эльфы и орки уже давным-давно всем наскучили. У вас есть полезные рекомендации? Наш ответ все равно полезнее. Думаю, что я садил. Блин, это вообще, честно, все эти правила, вообще не любят. Полеты во сне и наяву. Жители подземных городов и бескрайних океанов. Люди с головами львов и львы с зеленым свечением. В этом мире возможно все, потому что он идеальный. Сегодня в иконе видеоигр мы говорим про Perfect World и его последнее обновление — Genesis. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как известно, таинственная Азия может быть разной. Шокирующей, например. Но в Perfect World азиатский дзен шокирует разве что своим разнообразием. Шутка ли? Многомиллионный мир, который регулярно полируется и пополняется различными новинками. В такой игре большой, гигантской, чтобы играть много миллионов человек, поддерживать интересы действительно очень нелегко. Поэтому китайцы над этим должны, они очень сильно стараются. Только посмотрели, что игра действительно популярная. Так сразу в дополнение начали всякие выходить. Выходить всякие там модификации по пожеланиям игрока и так далее. Главное в успехе онлайн-проектов не то, насколько быстро разработчики пересядут с метро на ревущие спорткары. Главное — запомниться чем-то особенным и найти свою аудиторию. Мелькнуть перед носом игроков белой стрекозой любви. Ну или же двухголовым летающим драконом добра. Такие тут тоже имеются. Perfect World действительно запущен в идеальное время, в идеальном месте. Поэтому так и полюбился самой разной аудитории. Сейчас существует 12 серверов и более 6 миллионов игроков. В игре простая система прокачки. Настолько простая, что она надолго оставляет жить там натуральных блондинок. Что важно в компьютерных развлечениях? Кто-то скажет утонченный стиль, уникальная атмосфера и чтобы мозги по стенкам размазывала. И будет по-своему прав. Кому-то подавай агрессивные грибы с глазами, желтых карманных зверушек и ночные звонки от служб госнаркоконтроля. Ну а нам для пущей идеальности мира нужна хоть какая-то предыстория. Сюжет Perfect World — это... Основа вообще сюжета Perfect World — это древние китайские легенды и мифы. Причем они настолько древние и настолько древучие, что некоторые из них в разных прочтениях совершенно по-иному трактуются. Поэтому со временем они, естественно, все инфицировались, там выросли на что-то такое популярное. И сейчас является частью популярной современной китайской культуры. И действительно, вместо пережевывания американской европейской жвачки на азиатский манер, лучше брать свое. Это поняли и отечественные разработчики, выпустив несколько лет назад проект Allode Online. Если кто не знает, это первая массовая онлайн-игра со славянскими корнями. Там избушки на курьих ножках, богатыри с палицами, мед пиво по усам течет. Ну а те, кто желает изысканной восточной экзотики, добро пожаловать в мифологию наших не совсем далеких соседей. А в ней крадутся тигры, таятся драконы, в домах летают тысячи кинжалов. Ну, что ни говори, действительно все идеально. Эльфы и орки уже давным-давно всем наскучили, и здесь их нет. Здесь вас скорее научат управлять энергией ци, ковать доспехи, сражаться, убивать друг друга. Но при этом никакой войны и разгромленных территорий вы не увидите. В Perfect World что не персонаж, что топ-модель. В местном конструкторе параметров внешности хоть отбавляй. Хочешь, делай подтяжки ушей. Хочешь, меняй разрез глаз. Единственное, что тут тяжело, сделать своего виртуального аватара по-настоящему уродливым. Вот как ни крути. А получаются сплошь фэнтезийные Брэд Питты и Анжелины Джоли. И ничего, что иногда с хвостами или крыльями. В игре очень прикольный экран создания персонажа. Это скорее похоже на кабинет пластического хирурга, где вы можете себе там тут прибавить, там убавить, и все эти тонкости и толстости сделают из вас настоящий Мэгган Фокс. Perfect World достаточно гуманно относится к новичкам. Понятно, что ветераны какого-нибудь World of Warcraft могут, не моргнув глазом, набить своему персонажу 10 уровней за ночь. А начинающий онлайн-приключенец может расслабиться и просто получать удовольствие. Умереть, например, тут можно исключительно от руки монстра. Ну, правда, это блаженство продлится лишь до 30 уровня, после которого начинаются суровые битвы между игроками. Ведь всем известно, что после 30 уровня юноша становится мужчиной. Ну, а те, кто юн и невысок уровнем, могут бесстрашно летать над землями Perfect World. А с высоты полета можно будет разглядеть, кто же живет в этих землях идеального мира. Очень важный элемент игры — это, конечно, полеты. Летать можно на мечах, на грифонах, на чем угодно. Вот новые расы древние, например, у них есть свои собственные питомцы, они с ними сливаются как Нави в аватаре и летают с какой-то нечеловеческой скоростью. Как гласит китайская поговорка, в целое яйцо муха не залетит. Вот что важно для простого китайского человека — чтобы все было правильно и хорошо. Так что Mad in China — это не значит сразу дешевый ширпотреб. Местная публика гораздо больше внимания уделяет форме и содержанию, чем кто-то мог подумать. Чтобы тут было слово каллиграфически выписано, там завитушечка, там ленты с бантиками. Душа требует прекрасного. То есть в этом как раз вот суть азиатского подхода, в принципе, к развлечениям. Если уж ты развлекаешься, что такое европейское развлечение, ну, по барабану. Главное, чтобы адренализм был, да? А там в грязи все это происходит, или санитарные чистые палати важны. Китайцу все очень важно. Ему важно там, как вот солнышко будет стоять, как персонаж будет выглядеть, ну, костюмчик на нем будет одеть, будет ли костюмчик гармонировать, там, не знаю, с цветом травы. Если не будет, все трагедия вообще нельзя. И если человек хочет играть в идеальном мире, то все должно быть вокруг идеально. Идеальные закаты, идеальные люди, идеальные существа. Даже если они в крыльях, например, растут, эти крылья должны расти так гармоничен, что китайцы радуются. Ну, а там, где китайцы радуются, почему бы и нам не поаплодировать, параллельно загружая клиент для Perfect World. Проект находится на российском рынке еще с 2008 года. И все метаморфозы и приключения этого мира мы можем наблюдать совершенно безвозмездно. Вообще, феномен Perfect World — это очень интересная штука в разрезе вообще общей игровой индустрии. То есть до Perfect World считалось, что идеальная ММО, то есть идеальная большая онлайн-эвая игра — это World of Warcraft. То есть нечто такое, что весит много гигабайт, что за что-то должен платить раз в месяц по 10 долларов и так далее, и так далее. Perfect World, он во всю эту схему, он единственный маленький укриктивный. Эта игра абсолютно бесплатная. Можешь ее скачать совершенно крутить интернет, играть в нее. То есть это одна из первых действительно хорошо качественно сделанных игр, в которых отсутствовала такая штука, как система подписки на нее. Да уж, действительно идеальный мир. Даже варианты профессий тут на это намекают. Хоть бери и забирай таких героев на странице какого-то фэнтези. Портные, кузнецы, аптекари, ремесленники. А где, спрашиваются, такие необходимые профессии, как дизинсектор или сантехник? Хотя чего врать, сантехников, особенно усатых, в играх нам и так с головой хватает. В зависимости от того, какой рас ты выбираешь, ты выбираешь и свою профессию. То есть, например, если ты хочешь стать, например, жрецом, ты можешь быть там только жрецом определенной расы. Ты не можешь, например, выбрать другую и выбрать ту же профессию. Поэтому для видового разнообразия разработчики каждой профессии прикрепили всего-навсего два каких-то класса. Поэтому рас в игре очень много и, в принципе, большая толпа игроков выглядит достаточно оригинально. Perfect World все идеально. А как известно, все идеальное просто. Тяготеем к водным процедурам и сморщенным подушечкам пальцев. Берем расу амфибий. Они тут как рыба в воде. Хотя, почему как? Но если уж летать охота, тогда не стоит быть водяным. Лучше выбрать местные авиалинии Сидов. В детстве любили читать остров Доктора Мора? Тогда зооморфы точно ваш выбор. Ну и для любителей классики, куда же мы без людей? Они тут есть. Но и не только они. Последнее обновление Генезис показывает нам темную сторону идеального мира. Теперь пора знакомиться с таинственными древними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!